Помимо социальной ипотеки в этом году планируется возвести 21 жилой дом по программе строительства арендного жилья. По программе улучшения жилищных условий ветерана Великой Отечественной войны продолжается строительство 37 домов. В республике также продолжается активное строительство домов по системе долевого строительства, а также объектов социальной сферы, детских садов, сельских клубов и фельдшерско-акушерских пунктов. По-прежнему задачей номер один власти ставят соблюдение техники безопасности на многочисленных строительных площадках. 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В рамках объявленного месячника, посвященного этой датой, в муниципальных образованиях проведены мероприятия, направленные на профилактику травматизма строительной отрасли. Совещания, семинары, круглые столы с участием специалистов, линейных работников, профсоюзных работников. На выездных совещаниях на строительных площадках обсуждены вопросы личной безопасности с каждым работником. Что же касается вопросов агропромышленного комплекса, то в республике продолжается подкормка озимых и многолетних трав. Обработано уже 38% полей. Завершил подкормку Заинский район. Вот-вот закончат ее в Сармановском и Ознакаевском муниципальных районах. Министр сельского хозяйства Марат Ахметов призвал руководителей хозяйств настроиться на круглосуточную работу. Погода в этом году вновь не даст расслабиться аграриям республики. Уходящая неделя больше похоже было на осень, чем весна. В целом в апреле на эту дату в виде дождя и снега выпало от 25 до 55 миллиметров осадков при многолетних 26. Такая погода, конечно, сдерживает темпы полевых работ, но, как говорят, весной влаги много не бывает. Все это в последующем, конечно, будет работа на вырожай, но темпы нам придется наверстать. Кстати, денежная выручка от реализации продукции животноводства по итогам первого квартала этого года составила почти 17 миллиардов рублей. Это на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Сергей Шерстнев, Эфир 24.